Тотальный диктант 2022 Тотальный диктант 2022 Я буду выводить на слайд по предложению в порядке исследования в тексте Сначала будет слайд с орфографией Но на самом деле орфография далеко не всегда вызывает вопросы у наших участников Хоть слайды с орфографией я и буду выводить Но буду обращать внимание только на отдельные случаи На слайде с орфографией А далее будет слайд с пунктуацией И вот пунктуацию мы будем уже разбирать подробнее Я понимаю, что будут вопросы в чате Но вот возможно удобнее будет, если мы прослушаем весь разбор И вопросы в конце разберем Ну посмотрим, как это сложится по ходу дела Итак, первое предложение Вы видите его на слайде Шел 1900 год Из-за двух гладких нолей Казавшиеся сами похожим на одноместную коляску-эгоистку Все, что могло тут вызвать какие-то трудности, выделено Посмотрите на это Коляска-эгоистка была фактически прокомментирована перед началом диктанта Когда Владимир Маркович Пахомов давал сведения об одном из правил Которое важно учесть для этого диктанта И там были случаи существительные с одиночным приложением Которые пишутся через дефис И вот это было сказано ради коляски-эгоистки Далее я хочу обратить на этом слайде внимание На то, что числительные в нашем диктанте Вы имели право, имели возможность писать цифрами Причем мы принимали любые написания И просто цифры, и цифра плюс дефис и буквы И или И краткое Это все считалось верным Поскольку даже если некорректно оформлено Было, например, сокращение какое-то Это не являлось, не свидетельствовало о незнании орфографии Но тем не менее, на всякий случай На слайд я вывела написание 1900 год Далее слово ноль в русском языке В современном русском языке Можно сказать, имеет два орфоэпических Произносительных варианта Ноль и ноль И поэтому, естественно, верными являются И в написании оба эти варианта Поэтому неважно, писали ли вы нолей или нулей И то, и другое считалось или было правильным Пунктуация первого предложения Ее вы увидите на следующем слайде Так, секундочку Немножко назад Пунктуация первого предложения Мы видим, что это предложение простое Подлежащее 1900 год Сказуемое шел И к этому подлежащему Конкретно к существительному год Относится определение Выраженное причастным оборотом Очень длинным, таким пространным Причастным оборотом Который стоит после определяемого слова Естественно, такой оборот Выделяется запятой Поскольку является обособленным определением Многие участники Ну, многие, не многие Но это был не один человек А достаточное их количество Запутались вот в этой довольно сложной конструкции Чисто грамматически Кто-то написал Из-за двух гладких нолей Казавшихся, сами, похожими На одноместную коляску, эгоистку Вот все нарушения связаны с согласованием Причастия казавшейся Или прилагательного похожей С какими-то из существительных в этом предложении Мы подчеркивали, но не считали ошибкой Поскольку нарушение в согласовании Это грамматическая ошибка речевая Ошибка устной речи И она не является орфографической Тем более пунктуационной Поэтому в подсчете ошибок Это не отражалось Но если вы, например, ставили запятую Не там, где нужно Даже если, к примеру Ну, вы поставили Из-за двух гладких нолей Запятая Казавшихся, сами, похожими И так далее Ну, с одной стороны Можно согласиться с такой запятой Если человек подумал Понял текст таким образом Что определение Казавшиеся, сами, похожими Относится к слову Нули Тогда он поставил Вроде бы запятую Уместно Но при такой постановке Знака препинания Нарушается Или, я бы даже сказала Разрушается Смысл предложения То есть Запятую после нолей Мы не принимали Как правильную Мы считали это Пунктуационной ошибкой А если еще и пропущена Запятая после год То уже две ошибки В общем Здесь нужно было быть Внимательными В восприятии Да, этой конструкции Но в основном Участники справились с этим Идем дальше Предложение 2 Здесь была Кое-какая Орфографическая трудность Ну, во-первых Замерев Да, чередование Гласных в корне И мы знаем Что в корнях Мер, мир Если нет суффикса А далее Пишется е А еще вот Мне кажется Посложнее Немножко было С написанием Слова Невиданной Во-первых Не все помнят Что Несмотря на то Что это Слово Образовано От Глагола Несовершенного вида Да Оно относится К исключениям И пишется С двумя Н Невиданный Неслыханный И так далее Другая Трудность Которая Пожалуй Которую Я бы Отнесла Горю От ума Так скажем Люди Особенно Внимательные Особенно Хорошо Помнящие Правила Могут Подумать Что Если Рядом Со словом Невиданной Стоит Зависимое Слово Прежде И оно Кстати говоря Наречие Имеет Такое Преглагольное Употребление То Можно было Подумать Что Это слово Невиданное Имея Зависимое Слово При себе Становится Причастием И поэтому Сне Должно Писаться Раздельно Но нет Все-таки Невиданный Это Непричастие И Виданный Это тоже Непричастие Но уже нет В русском языке Глагола Видать От которого Вы образовывались Причастие Когда-то Такой Глагол Был И он Существует В просторечии Можно сказать В разговорной Речи Можно услышать Такие употребления Ну Видать Она Не знает Раз так Сделала Но Все-таки Собственно Причастие Образуется От глагола Видеть И оно Выглядит Как Виденный А Невиданный Это Прилагательное Которое Когда-то Было Причастием Но Уже Это было Давно И как Прилагательное Оно пишется Слитно Даже при наличии Зависимых Слов И это Отражено В справочниках По пунктуации И в словарях Орфографических Тоже Теперь Посмотрим На Пунктуацию Этого Предложения Здесь У нас Есть Несколько Трудностей Сначала Разберемся В целом В структуре Это Предложение Как мы Видим Простое Подлежащее Все К нему Относится Несколько Однородных Сказуемых Мелькало Менялось Подпрыгивало Между Первым И вторым Сказуемыми Нет Союза Поэтому После Мелькало Ставится Запятая Между Вторым И третьим Есть Союз И Поэтому Перед И Запятая Не Ставится Но Зато В этом Предложении Есть Обособленное Обстоятельство Выраженное Деепричастным Оборотом Вдруг Замерев И Трудность Заключается В том Что Это Обстоятельство Стоит Сразу После Союза И Соединяющего Однородные Сказуемые Поэтому Произносится Это Ну Скажем так Без паузы Скажем так На одном Дыхании А вообще Без паузы Например Менялось И вдруг Замерев Подпрыгивала Поэтому Многие Участники Ну Опять же Это было Не массово Повально Но Достаточное Количество Человек Написали И Вдруг Не поставив После И Запятую Более Того Некоторые Участники Их тоже Было Кстати Немало Эту Запятую Решили Поставить Перед И И Вот Этот Случай Самый Коварный Потому Что Это Уже Две Пунктуационных Ошибки Во-первых После И Запятую Не поставили А во-вторых Поставили Запятую Перед И Которая Соединяет Однородные Сказуемые И в итоге Как я уже Сказала Две Ошибки На Случай Когда Обособленные Члены Предложения Появляются Сразу Непосредственно После Союза Который Соединяет Нечто Другое Мы Обращали Внимание На Подготовительных Курсах И В этом Тексте Который Мы Сейчас Разбираем Будет Еще Один Такой Случай Вот Эти Случаи Как раз Вызвали Ошибки И Вообще Затруднения Обратите Внимание Что В этом Предложении Мы Допускали Ну Скажем Разные Варианты Членения На Синтаксические Компоненты Вот У автора Все вокруг Мелькало С невиданной Прежде Быстротой Менялось И вдруг Замерев Подпрыгивало Но Мы не считали Ошибкой Если Кто-то Написал Все вокруг Мелькало С невиданной Прежде Быстротой Запятая А потом Менялось Или Например Если Меняли Границы Вот Этого Самого Обособленного Обстоятельства Менялось И вдруг Замерев Подпрыгивало И вдруг Подпрыгивало А к нему Относится Уже Одиночное Деепричастие Вернее Обстоятельство Выраженное Деепричастием Замерев Такие Варианты Тоже Признаются Нормативными Они не Противоречат Ни здравому Смыслу Ни Законам Русского Синтаксиса Более Того Посмотрите Есть Еще Вариант На слайде И Перед Союзом И И Подпрыгивало В этом Случае Возможна Постановка Тире Есть Такое Правило Такое Допущение В правилах Пунктуации Если Между Двумя Компонентами Предложения Причем Это могут Быть и части Сложного Предложения И однородные Сказуемые Соединенные Союзом И Если Между ними Есть Отношения Например Причины И Результата Или Например Вот здесь Ближе Именно Ко второму Случаю О котором Я сейчас Скажу Вторая Часть Выражает Такой Неожиданный Резкий Результат Нечто Неожиданное Резкое И Подпрыгивало Можно Таким Образом Трактовать Поэтому Перед И Можно Поставить Тире Но Обратите Внимание Что В одном Предложении Нельзя Употреблять Тире Два Я имею Ввиду Нельзя Два Случая Употребления Тире Допускать На разных Основаниях По разным Поводам А здесь Как вы Видите У нас Уже В начале Предложения Есть Тире Поэтому Тире Перед И Будет Правильным Только В случае Если В начале Вы Тире Не поставили А поставили Нечто Другое Что Может быть Там Нечто Другое Рассмотрим Это На следующем Слайде Вот Здесь Мы Подробнее Поговорим О том Что Предложение Включает В себя Вводное Сочетание И Правда Но Вводное Оно Может быть Вводным Может быть И не Вводным Но Оно В любом Случае Субъективно Модальное По значению Что Это Значит Это Значит Это И Правда Не Описывает Не Включает Описание Ситуации Объективной Ситуации Которая Изложена Дальше Все Вокруг Мелькало Менялось Подпрыгивало А Включает Нечто Что Отражает Субъективное Отношение Говорящему К этому Сообщению И Вот Такое И Правда С Модальным Значением С одной Стороны В первую Очередь Может Трактоваться Как Вводное Сочетание Вводное Сочетание Стандартно Выделяется Запятой Вот В возможных Вариантах Это Первый Из Представленных В возможных Вариантах И это Стандартный Случай Но Если Вводное Сочетание Стоит В начале Предложения И Произносится С такой Особой Акцентированной Интонацией Как Это Собственно И Произносилось При диктовке И правда Все вокруг Мелькало С невиданной Прежде быстротой Менялось И так далее То тогда Допустимо Именно Когда Вводное В начале Предложения Допустимо Постановка Тире А в этом Случае Допустимая Постановка Двоеточие А еще Это И правда Точнее Правда В сочетании С и Может быть Частица И частица Тоже Выражает Субъективно Модальное Значение Но Интонационно Не выделяется И Вообще Будучи Служебным Словом Не выделяется Вот Получается Что и Отсутствие Знака После И правда Тоже И является Одним Из допустимых Вариантов Но Тогда Это Будет Звучать Несколько Иначе Ну Например Вы Поняли Это Предложение Так И правда Все вокруг Мелькало Вот В данном Случае Я Проинтонировала Так Как Это При Употреблении Частицы Происходит И В этом Случае Не нужно Выделять Это И правда Запятой Идем Дальше Предложение Номер Три В этом Предложении Красным Выделено То На что Следует Обратить Внимание Но Комментировать Я буду Не все В первую Очередь Обращу Ваше Внимание На Написание Санина Сердце Вот У нас Были Участники Которые Можно Сказать Поплатили За это Пятеркой У них Например Была Это Единственная Орфографическая Ошибка Санина Сердце Санина Написана С маленькой Буквы У нас Кстати В этом Тексте Будет Случай На который Мы Обращали Внимание При Подготовке Когда Прилагательное И в этом Случае Это Либо Относительное Прилагательное Либо Притяжательное Образовано От имени Собственного Топонима Название Места То Оно Может быть Из Большой Буквы Если Это В составе Имени Собственного Например Московский Государственный Университет Московский Пишется С большой Буквы А Московские Улицы С маленькой Поскольку Московские Улицы Это Не Имя Собственное А вот Если Прилагательное В данном Случае Это Притяжательное Прилагательное Образовано От имени Собственного Имени Человека Антропонима То Тогда Притяжательное Прилагательное Пишется только с большой буквы и никак иначе. И написание его с маленькой буквы является ошибкой. Далее здесь я хочу также обратить внимание на дефисные написания. Кстати, когда первое предложение демонстрировалось, я забыла сказать, что как-то немножко удивило. Но с другой стороны, наверное, уже и неудивительно. Многие написали из-за раздельно, без дефиса. Как-то вот русский человек сейчас стал воспринимать это как сочетание двух предлогов, а это один предлог из-за. И вот в этом случае предложение номер три, тоже обращаю ваше внимание на дефисные написания. Где-то через дефис и все-таки. Кстати, если вы писали все же, вот, например, не расслышали, да, или там волновались и написали маленькое, дрожащее и все же ликующее. Это не является ошибкой орфографической, да. Это вы заменили слово, но слово близкое по смыслу. Это простительно при волнении, но все же пишется без дефиса, раздельно. А вот все-таки пишется с дефисом. Так, это орфография. Теперь посмотрим на пунктуацию. Пунктуация этого предложения тоже могла вызвать затруднения. С одной стороны, это простое предложение, я имею в виду простое по структуре. Сердце подпрыгивало и ухало. Между однородными сказуемыми подпрыгивало и ухало союз И. Это тот союз, который вот выделен красным, да, в конце первой строки, а не тот, который стоит перед Санино. Там это и вовсе не союз даже. Дальше опять та трудность, на которую я уже обращала внимание. И оказавшись где-то в горле ухало. То есть предложение, есть осложнение обстоятельства, выраженное депричастным оборотом, оно относится к сказуемому ухало, но стоит сразу после союза И. И поэтому опять нашлись люди, которые поставили, во-первых, пропустили запятую после И, а некоторые еще и поставили запятую перед И, да, получив, как я уже говорила, две ошибки в итоге. Далее, еще в этом предложении есть целый ряд определений, согласованных, нераспространенных, маленькая дрожащая и немножко распространенная, все-таки ликующая. Этот ряд стоит после определяемого слова сердца и не просто после него стоит, а еще и далеко от него отстоит, да, сердца, потом много слов, а потом ряд определений. Обратите внимание, что, во-первых, когда одиночные определения попадают в позицию после определяемого слова, то даже если они не являются логически однородными, ну вот, например, маленькое дрожащее сердце вот в таком порядке, да, можно было бы маленькое дрожащее считать неоднородными и, скорее всего, да, считать неоднородными и не ставить там запятую. А вот когда сердце и дальше идет маленькое дрожащее, то уже не важно, являются ли они однородными логически или нет, все равно они идут через запятую, поскольку в постпозиции к определяемому слову они иначе присоединяться не могут, только вот на равных правах друг за другом через запятую. Поэтому эти определения однородны здесь уже, скажем так, или выступают как однородные. Далее я уже сказала, но еще раз повторю, этот ряд определений должен обособляться и значит на письме выделяться запятыми, вот запятая после вниз, и есть собственно средство обособления на письме вот этого ряда. Еще вы видите, что у автора стоит здесь тире, тире перед последним словом ликующее. Это так называемое интонационное тире, которое выразительно которое имеет стилистические функции, поэтому писатели его любят, оно действительно вот передает тексту особую выразительность, эмоциональность и в данном случае мы видим именно это. Но вообще-то в этом предложении возможны и другие варианты постановки знаков припинания, в частности с тире. Сейчас мы получим следующий слайд и увидим это. Посмотрите, во-первых, тире здесь возможно. Опять же, перед союзом И, который присоединяет последнее из однородных, ну точнее их тут два, да, однородных сказуемых, подпрыгивало и ухало. Так вот, мы уже говорили об этом в начале, если у нас союз И соединяет в данном случае два элемента, между которыми выстраиваются особые смысловые отношения, подпрыгивало и дальше резкое, неожиданное, да, что-то такое очень динамичное, ухало. В этом случае перед союзом И можно поставить тире. Это вполне допустимо. Далее, есть и такой вариант из правильных, из возможных. Следом подпрыгивало Исани на сердце и оказавшись где-то в горле, ухало вниз. Маленькое, дрожащее, все-таки ликующее. Здесь тире, с одной стороны, на месте запятой, которая обособляет как раз, да, ряд вот этих самых определений в конце предложения. И, кстати, тире тут может ставиться именно по правилу при обособленном определении, вернее, при ряде, да, обособленных определений. Но, с другой стороны, это можно трактовать и как присоединительную конструкцию. Вот ухало вниз и дальше говорящий хочет добавить нечто, да, вот к этому вниз. Маленькое, дрожащее, все-таки ликующее. Эта конструкция стоит в конце предложения, вот она вполне может осознаваться как присоединительная. И поэтому отделяться от остального тире. Следующий вариант из возможных, вы видите, третий. Здесь, на самом деле, ну, не совсем уже присоединительная, но, опять же, выделяется тире, компонент, который замыкает предложение, да, финальный компонент, правда, уже более короткий. И все-таки ликующее. Маленькое, дрожащее и все-таки ликующее. Здесь можно говорить о так называемом интонационном, выделительном тире, тире, которое акцентирует ту часть, которая кажется автору наиболее важной. Тем более, что вот здесь и все-таки, вот это все-таки подчеркивает как раз неожиданность, опять же, да, какую-то такую вот, ну, нестандартность исхода ситуации. И тире тут тоже уместно. Ну, а у автора, я возвращаю предыдущий слайд, автор решил выделить, Марина Степнова, решила выделить ликующее и все-таки тире, ликующее. Вот еще более такое нестандартное выделение, выразительное, стилистически эффектное, я бы сказала. Это тоже возможно. Но и еще я хочу вам сказать, что правильным является вариант, где вообще нет ни одного тире. Вот я вам его привела в последнем в этом ряду. Все тире, которые мы сейчас обсудили, они все могут возникнуть именно из стилистических соображений, чтобы сделать нечто более выразительным. Но обратите внимание, что, я еще раз повторю, в одном предложении должен быть один случай употребления тире. Если вы выбрали тире там перед и, тогда вы его не можете выбрать перед маленькая дрожащая и так далее. А если вы в одном предложении ставите два и более тире по разным случаям на разных основаниях, то все, кроме первого из них, считается ошибкой. Вот такая интересная особенность, такой вот запрет есть в правилах. Причем, кстати, именно запрет в параграфе 162 полного академического справочника по орфографии и пунктуации. Предложение 4. Здесь особо комментировать по орфографии нечего, на мой взгляд, поэтому просто посмотрите на этот слайд и мы переходим к следующему. Посмотрим на пунктуацию этого предложения. Предложение может трактоваться по-разному. С одной стороны, как простое. Вот, кстати говоря, среди возможных вариантов Саня не был готов к таким переменам, не поспевал первый через запятую. Вот запятая тут ставится именно, если мы считаем это предложение простым, с однородными сказуемыми. Вот к одному Сане, скажем так, относятся сразу две ситуации. Не был готов и не поспевал. Но с другой стороны, это предложение может квалифицироваться и как сложное, бессоюзное, с бессоюзной связью. И между его частями, ну скажем так, специфические, да, такие особые отношения. Не просто перечисление там ситуаций, которые одновременно существуют или там следуют друг за другом. А, например, причинно-следственные отношения. Причем в этом случае, возможно, трактовка, скажем так, двух зеркально противоположных разворотов этих причинно-следственных отношений. А вот у автора тире, да, почему? Саня не был готов к таким переменам и поэтому не поспевал. То есть вторая часть тут трактуется при постановке тире как следствие, вытекающее из первой части. Но с другой стороны, можно трактовать это иначе. Саня не был готов к таким переменам, потому что не поспевал. И вторая часть тогда объясняет причину того, о чем говорится в первой, и тогда мы ставим двоеточие. Итак, в этом предложении, возможно, и запятая, и двоеточие, и тире. Кстати говоря, стоит сказать о том, что здесь, например, совершенно неуместной будет точка с запятой. У нас есть такое мнение с вами, широко оно распространено, что точка с запятой может быть на месте запятой. Далеко не всегда. Точка с запятой это знак, который имеет очень высокую степень, скажем так, разделительной функции. Я вот выражусь немножко неуклюже, но тем не менее. Точка с запятой обладает особой вот этой разделительной силой. И она уместна в том случае, если между частями нет тесной связи. А здесь мы видим эту тесную связь. Более того, обе части не распространены, я имею в виду не осложнены. То есть точка с запятой здесь бы разрезала предложение на два несвязанных друг с другом компонента. Это нарушало бы смысл и вообще замысел художественный. Поэтому точку с запятой мы здесь считали ошибкой. Далее, предложение 5. Прошу прощения за заминочку. Еще предыдущий слайд можно, пожалуйста. Предложение 5. В этом предложении выделены вот сейчас те места, которые на взгляд организаторов и членов филологического совета могли вызвать затруднения. Но я прокомментирую только один случай. Вот в этом предложении больше ошибок было в слове «сравнявшись». Действительно, чередование гласных корней, где нужно ориентироваться на значение слова, на смысл, вызывает затруднения. И не один человек, то есть много достаточно, написали «сравнявшись». Видимо, рост повлиял, ровный. Рост все-таки одинаковый. У Сани с мамой оказался. И поэтому одинаковый, значит равный. Кстати, несколько человек, ну или там много опять. Много я тут говорю условно. Это не значит, что это было повально. Это значит, что их было там больше, например, трех, к примеру. Так вот, многие в этом смысле написали, почти сравнявшись с ростом с маму. Это ошибка грамматическая, ошибка устной речи. Люди привыкли, что в разговорной речи говорят, он был ростом с маму, например. Так еще можно сказать, хоть это и разговорная конструкция, а вот сравняться с маму, это уж точно нельзя. Но это ошибка грамматическая. То есть люди тут неправильно выбрали форму падежа. И к орфографии это не имеет отношения, поэтому такую ошибку мы подчеркивали, но не считали. Пунктуация этого предложения. Видим, что это предложение простое, но оно включает в себя ряд однородных сказуемых. Он подлежащий стал спать и вытянулся. Два однородных сказуемых, между ними союз и запятая не ставится. А ко второму сказуемому относится обособленное обстоятельство, выраженное депричастным оборотом, почти сравнявшись с ростом с мамой. Поэтому оно выделяется запятой. Тут все стандартно, никаких вариантов нет. Предложение 6. В этом случае можно тут прокомментировать разные конкретные эпизоды с точки зрения орфографии. Я только ограничусь таким комментарием. Нашей первой зоне повезло. У нас с вами было только слово подмышки существительное. Не повезло. По-моему, если я не ошибаюсь, второй, третий зонам или только третий, где было наречие подмышками, которое пишется раздельно. А вот существительное подмышки пишется слитно, и мы его написали в основном все правильно. Да, мы, как говорится, сочувствуем тем, у кого оказались более трудные случаи в этом смысле. Предложение 6, между тем, содержит интересную пунктуацию. Это предложение сложное. Будем считать, что сказуемое в первой части не осталось. Вторая часть – волосы потемнели, стали жесткими, прямыми и опушили. Это основа второй части. Мы видим с вами, что между первой и второй частью можно увидеть разные отношения, опять, как у нас уже было перед этим. У автора стоит двоеточие, и в этом случае вторая часть понимается как часть, раскрывающая смысл первой части. От детских кудряшек не осталось и следа. И в чем это выражалось, например? Волосы потемнели, стали жесткими, прямыми и так далее. Двоеточие. Возможно, и другая трактовка. Кстати говоря, возможно, даже при той же самой трактовке, в правилах пунктуации, в бессоюзном сложном предложении, есть такой пункт. Сначала оговаривается, в каких случаях ставится двоеточие, а потом говорится, на месте двоеточия, в бессоюзном сложном предложении, может ставиться тире. И вот только на этом основании мы можем допустить здесь тире. Это тоже будет правильным знаком. Далее можем поставить и запятую. Вот здесь все-таки такая трактовка может быть допустима. Например, речь идет о том, что в жизни Сани, главного героя, происходят разные события. И вот в том числе первое из этих событий, он потерял свои кудряшки детские, их не стало. А дальше второе событие, волосы потемнели, стали жесткими и прямыми и так далее. То есть запятая тут тоже возможна. Но вот постановка точки с запятой, есть мнение, что она тут тоже может быть на месте запятой, поскольку вторая часть распространена и осложнена. Но мне представляется все-таки, что точка с запятой здесь будет неверным знаком, потому что она опять же будет указывать на отсутствие тесной связи смысловой между первой частью одесских кудряшек не осталось и следа и всем остальным. А между тем мы видим, что и во второй части тоже о волосах речь идет, да, в первой о кудряшках. То есть по смыслу эти части тесно связаны. Мы не можем говорить, что они, ну там, семантически по смыслу изолированы друг от друга. Далее, если вы выбираете тире, знак, да, от детских кудряшек не осталось и следа, тире, волосы сами потемнели, то должны проследить, чтобы в этом предложении у вас больше не было тире. И вот когда мы это должны проследить, когда мы видим осложнение во второй части. Во второй части есть осложнение к его ужасу и стыду. Это сочетание, оборот, выражение с явным субъективно-модальным значением, да, тут такая оценка эмоциональная вот этого факта, волосы опушили верхнюю губу и подмышки. И будучи вводным сочетанием, вот выражающим, да, такое субъективное отношение говорящего к тому, о чем он говорит, это выделяется запятыми, к его ужасу и стыду, вот здесь это как во втором варианте представлено. Но можно также это выделить тире с двух сторон. Тогда мы оформляем это как вставку, вставную конструкцию, но такую вставку, которая включает в себя вот это самое субъективно-модальное, субъективно-модальную оценку, в отличие от всего остального предложения, которое излагает, ну скажем, объективно сам характер ситуации. Вставка может выделяться не только тире с двух сторон, но и скобками. И это тоже правильный вариант. Хотя в художественном тексте он выглядит немножко неестественно, но тем не менее это не запрещено правилами, не противоречит здравому смыслу, поэтому мы допускаем это. Предложение 7. Здесь, ну, 12-е, наверное, можно прокомментировать. Кстати, если вы писали это числительным, у нас в памятке для проверяющих принято положение о том, что числительные могут пишущие писать цифрами, не только словами, но если словом, будьте внимательны. С числительными мы не очень хорошо знакомы, как они выглядят именно в словесном выражении, привыкли в цифрах воспринимать это. Ну и так, для, как говорится, передышки небольшой, для развлечения, обращаю ваше внимание, слово отрочество здесь есть, и это от слова отрок, а отрок, интересная этимология, никак не связана со словом рок-судьба или со словом рок-год, как во многих славянских языках, да, рок обозначает год. Это связано с глаголом речь, ректи прославянская, и отрок буквально, ну скажем, неговорящий, то есть здесь в данном случае тот, кто не имеет права голоса при самоуправлении в Древней Руси, да, например, не имеет права говорить навече. Сравните глагол отрекаться, вот он имеет похожую этимологию, отречься. Так, идем дальше. Дальше пунктуация, предложение 7. Это предложение на вид такое незамысловатое, да, с Аней шел 12-й год, 12-й год подлежащее шел сказуемое, но в нем есть приложение распространенное, которое относится к слову год. Первая пора отрочества. Приложение, вообще-то приложение, это вид определения, но это такое определение, которое выражено не прилагательным, а существительным, в данном случае с зависимыми словами. И естественно, что можно это, как любое обособленное определение, вернее, любое определение, в том числе приложение, стоящее после определяемого слова, да, обособляется, если оно действительно обособленное. И раз оно обособляется, значит, можно его отделить от определяемого слова запятой. Вот в возможных вариантах это первый. Но у автора там тире, потому что приложение, которое выражается существительным, да, может, в отличие от обычного определения, присоединяться и тире. Кстати, и определение может тире, но в данном случае вот влияет все-таки, что год существительное, и пора существительное, и вообще существительное, к существительному, с зависимыми словами, естественнее, присоединить с помощью тире, да. И также допустимым является вариант «Саня шел 12-й год» в скобках. Первая пора отрочества. Конечно, это не очень естественный, опять же, вариант такой, неуместный, на мой взгляд, для художественного текста, но не запрещенный, как говорится, не запрещено. У нас в диктанте все, что не запрещено, все разрешено. Поэтому этот вариант тоже мы считали правильным. Следующее предложение «8». Здесь комментировать, опять же, по поводу орфографии особо нечего. Посмотрите сами вот на то, что выделено. Хорек, да, пожалуй, так вот. Наиболее, как говорится, мало знакомое в письменном виде, именно в письменной форме слова. Но хочу обратить ваше внимание, что слово «мальчик» в этом предложении употреблено в необычном значении. Посмотрите, вот большой толковый словарь русского языка под редакцией Кузнецова дает это под номером «три» значение. Третье значение. В России до 1917 года малолетний слуга в господском доме или работник в торговом ремесленном заведении. Например, прислуживать мальчикам в трактире. И вот именно поэтому, хотя вот этот слайд об орфографии, но я все-таки сюда уже решила включить, именно поэтому допустимо написать слово «мальчик» в кавычках с маленькой буквы. В правилах русской пунктуации есть такой пункт, который говорит, что в кавычках может писаться слово, употребленное в необычном значении. И для современного читателя здесь значение действительно необычно. Тот, кто поставил это слово в кавычки, осознает это, и он тут не ошибается. Поэтому мы такой вот вариант, сразу мы его не предусмотрели заранее, но после проверки вот решили допустить его, считаем его возможным. Теперь давайте посмотрим внимательнее на пунктуацию подробнее. Предложение – это довольно серьезное с точки зрения пунктуации. С одной стороны, его можно трактовать как простое, ну правда там могут быть возражения на этот счет, но для нас это не важно сейчас. Представим, что оно простое. Управляющий подлежащий предложил сказуемое. Дальше мы видим, что к подлежащему управляющей относится опять ряд одиночных определений, которые стоят после определяемого слова «осторожный», «легкий» и «злой». Поэтому даже если они, например, могли бы быть неоднородными в препозиции к слову «управляющий», после него, в постпозиции, они уже обязательно должны разделяться запятой «осторожный», «запятая», «легкий» и «злой». Далее, второе, не с другой стороны, а второе. Это ряд однородных определений, их три, и они стоят после определяемого слова. И в целом весь этот ряд нужно обособить. И значит отделить запятой от определяемого слова «управляющий рестораном», «осторожный», «легкий» и «злой». И тут же сразу к этому ряду определений присоединяется сравнительный оборот, как «хорек». Вот, кстати, с этим сравнительным оборотом, как и с другими в этой части, у участников, особенно участников вдумчивых, таких вот рефлексирующих, возникли проблемы. Мне люди даже писали лично, что вот на их взгляд, «злой, как хорек», или дальше у нас будет «мама холодная, как оконное стекло», это какие-то устойчивые сравнения, и якобы не нужно поэтому ставить запятую перед союзом «как». Дело в том, что устойчивое сравнение, во-первых, да, что это такое? Это устойчивая в нашем сознании ассоциация, ну, например, там «белый, как снег», да, к примеру. Но не любая устойчивая ассоциация в нашем сознании является устойчивым оборотом. Устойчивый оборот – это уже языковая единица, это фразеологизм. Вот если бы это было фразеологизмом, тогда мы бы не ставили запятую перед союзом «как». А здесь мы, во-первых, я даже не соглашусь с тем, что это устойчивое сравнение. На мой взгляд, это нестандартное сравнение очень. Очень нестандартно управляющего рестораном сравнивать с хореком. Да еще по признаку, там, не знаю, злой или осторожный, легкий. Это как раз неустойчивое, очень даже нестандартное, необычное сравнение. Во-вторых, тут нет никакого фразеологизма. Поэтому запятая обязательно перед «как». Далее, вот это все в целом, осторожный, легкий и злой, как хорек, мы можем с вами выделить не только запятыми, но и тире с двух сторон. То есть оформить это как вставку. Но обратите внимание, что тогда, во-первых, второе тире обязательно вместе с запятой, после запятой, в комбинации с запятой. Потому что запятая закрывает сравнительный оборот. А тире закрывает вот этот самый весь определительный ряд, вместе со сравнительным оборотом. Это одно. Второе. Если вы выделили это тире с двух сторон, тогда проследите, что у вас убедитесь, что у вас нет других тире в этом предложении. Тоже будьте с этим внимательны. Ну и если мы трактуем осторожный, легкий и злой, как хорек, как вставку, тогда мы можем взять ее и в скобки. Это тоже один из вариантов оформления вставки. Итак, вот здесь представлены разные варианты оформления вот этого, пунктуационного оформления, вот этого определительного ряда осторожный, легкий и злой, вместе со сравнительным оборотом, как хорек. Но это не единственная проблема в этом предложении. Есть еще в этом предложении, на следующем слайде мы сейчас это увидим с вами, проблемы связанные с разной трактовкой отношений между, вот скажем так, между всем этим предложением и его финальной частью сперва в буфет, а дальше видно будет. У автора стоит перед сперва запятая. Это вполне обоснованно. Можно сказать, что сперва в буфет нечто такое конкретизирующее, уточняющее по отношению к этому самому предложению устроить Саню мальчиком. Но можно это также трактовать как присоединительную конструкцию. Предложил маме устроить Саню мальчиком, не так, извините, предложил маме устроить Саню мальчиком. Сперва в буфет, а дальше видно будет. И вот эта присоединительная конструкция отделяется или наоборот присоединяется к остальному предложению с помощью тире. С другой стороны, можно трактовать это предложение как состоящее из нескольких частей, из которых первое, вот этот самый управляющий предложил, а дальше идут две неполные части. Сперва предложил устроить буфет, а дальше видно будет. И вот эти две последующие раскрывают смысл предыдущий. Поэтому, возможно, двоеточие. Предложил устроить Саню мальчиком, двоеточие. И в чем это, собственно, выражается, как это, собственно, выглядело, это предложение. Далее мы видим, что у автора есть тире, а дальше видно будет. И это обосновано. Например, это можно считать тире в неполном предложении. Например, предложил маме устроить Саню мальчиком. Сперва в буфет, а дальше куда устроить, видно будет. Так вот, такое же тире мы можем поставить и в первом элементе, это финальной части. Сперва предложил устроить в буфет, вместо пропущенных слов предложил устроить тире. Сперва тире в буфет. А дальше тире видно будет. Обратите внимание, что вот в этом случае два тире могут быть вместе, потому что это не разные случаи употребления тире. Это один случай, когда тире используется в неполном предложении, да еще можно сказать с натяжкой, но можно сказать в параллельных синтаксических конструкциях. Они тут работают именно в паре, параллельно. Поэтому вот эти два тире могут быть именно два. Ну и наконец, еще один момент, который выяснился, правда, мы его увидели только после проверки, по итогам проверки, мы решили, что можно допустить и такой вариант, при котором сперва в буфет вообще никак не отделяется от предыдущей части предложения. Например, предложил маме устроить Саню мальчиком сперва в буфет, а дальше видно будет. И тогда сперва в буфет становится обычным, необособленным, членом предложения устроить, когда там сперва сначала, куда в буфет. И никакой знак перед сперва не нужен. В общем, вот как много тут вариантов. Кстати, я тут не все еще представила, в каком смысле не все. Есть еще варианты, которые комбинируют разные моменты, по-разному, разные комбинации создают вот тех моментов, которые здесь уже были показаны. Ну, например, там вы можете, не знаю, там знак пропустить, вернее, не поставить ничего, а дальше поставить, в общем, не буду сейчас придумывать, не буду усложнять и время отнимать. В общем, главное, что я вам показала вот конкретные, да, возможности. И только помним, помним опять, что должен быть один случай постановки тире на одно предложение. Вот в данном случае один случай это выделить с двух сторон осторожный, легкий и злой, как хорек. Вот эти два тире это один случай. И вот сперва тире в буфет, а дальше тире видно будет, это тоже один случай. А все остальные варианты там одно тире, один случай. В общем, что-то одно вы можете взять, остальное должны в остальных случаях обойтись без тире. Ну и напоминаю на всякий случай, что мальчикам в кавычках тут вот в конце представлено тоже допустимый вариант. Идем дальше. В предложении 9 представлено существительное халуй, оно было у нас на слайде, но тем не менее люди все-таки допустили ошибку и не только, кстати говоря, в корне, но и вот на стыке корня и окончания были те, кто написал халуя халуя с и кратким у и краткая а. Ну, знаете, я даже порадовалась, что в нашем обществе это слово оказалось невостребованным, неактивным, люди не знают, как оно пишется, ну и слава богу, зачем нам это нужно. Так, посмотрим на пунктуацию. Здесь простенькое, такое, незамысловатое предложение и, кстати говоря, в, как это сказать, в стандартном, в нейтральном варианте как раз тут не нужно никаких знаков припинания, подлежащая внешность, сказуемая, самая подходящая, это форма прилагательного, и в этом случае знаки не нужны. Вот возможный вариант как раз отражает стандартную пунктуацию отсутствия знаков припинания, но тире возможно, и авторы эту возможность используют, чтобы подчеркнуть, ну, скорее тут, наверное, тире для того, чтобы передать некую интонацию и, ну, в то же время, вот эту акцентирующую функцию тоже реализовать. Внешность для халуя тире самая подходящая, это тоже правильный вариант. Далее, совсем коротенькое предложение, но непростое далеко. Ну, орфографию тут нечего обсуждать, поэтому сразу к пунктуации. Опять же, грамоту знает. Дело в том, что мы с вами привыкли к тому, что опять это наречие, значение еще раз снова, и не всем приходит в голову, что в данном случае мы имеем дело не с наречием, а с вводным сочетанием, которое, как любое вводное, выражает вот то самое субъективно-модальное отношение говорящего к тому, о чем он говорит. В данном случае здесь такое субъективно-модальное отношение, добавлю к этому что. И вот в словаре большом толком в словаре русского языка посмотрите, второе значение вводное слово, правда, с разговорной стилистической окраской, но тем не менее, опять дороги наши взять никуда не годятся. И также указано, я специально выделила красным, что в такой же функции может выступать сочетание опять же. Опять же, здесь имеет значение кроме того, к тому же. Как я уже выразилась и добавлю к этому еще. И вот вообще русские люди грамотные, знающие правила пунктуации, вводные сочетания как-то, знаете, вот так вот держат в голове неким таким списочком, ну не пуглым, конечно, но тем не менее у нас есть с вами в голове ряд слов, про которые мы точно знаем, что они могут быть вводными, там, конечно, возможно, да, во-первых, там, таким образом и так далее. А про опять же не подумаешь, правда же, не приходит в голову, что оно может быть вводным, а вот здесь оно именно это означает. Здесь нет значения знает грамоту еще раз снова, да, а здесь значение и добавлю к этому, кроме того. Стандартное фунтуационное оформление опять же выделяется запятой, но, опять же, если вводное слово, вводное сочетание стоит в начале предложения и выполняет еще и связующую функцию внутри текста, то оно может сопровождаться определенной интонацией, такой особенной интонацией, опять же, грамоту знает, и тогда, возможно, его, можно его выделить тире, но вот, кстати, двоеточие, как в случае и правда, здесь неуместно, потому что в значении, опять же, нет такого, знаете, предупреждения о том, что дальше я сейчас вам расскажу подробно что-то, здесь только запятая и тире, вот такие возможности, предложение 11, удивительно для меня много человек, я имею ввиду больше, чем я ожидала, хотя это могу объяснить, чисто фонетически, больше участников, чем я ожидала, пропустили мягкий знак в слове возьмется, возьму, все напишут с мягким знаком, я думаю, а возьмется, вот почему-то мы уже не хотим мягкий знак там писать, ну понятно, что здесь еще есть вся и вся, да, и выслужиться особенно здесь опасно в этом случае, поскольку оно амофонично инфинитиву звучит так же, как инфинитив, но еще хочу обратить внимание на союз ежели устаревший, который особенно у молодых участников и у малых детей, я бы даже так сказала, были школьники, было видно прям, что работы школьников, они это слово, конечно, очень плохо отождествляют, было и ежели отдельно, и ежели, и еще там как-то, в общем, ну потому что слово хоть и звучит иногда в речи, да, но вот в письменном виде, видимо, не встречалось этим участникам, нужно обратить на него внимание. пунктуация, это предложение сложное, состоит из двух частей, первая, вернее, лучше сказать, главная часть выслужится, основа, а в предаточной части за стакан не возьмется, ну, я тут считаю это все сказуемым, поскольку это фразеологизм, да, мол, не начнет выпивать, и это первая часть предаточная с союзом с условным значением, и стандартная пунктуация предаточная определяется от главной части запятой, но в этом предложении возможно также и тире, это оговаривается правилами в сложно подчиненном предложении может быть тире, особенно если предаточная идет в начале, а главное в конце, и оно имеет тоже такие стилистические функции, можно сказать, там, опять же для выражения особых отношений причины, и здесь в данном случае условия и результата, или там для выражения контрастивных таких противительных отношений. Идем дальше. Дальше я скажу о том, что еще можно было себе разрешить в предложениях 8, 9, 10, 11. Там мы видим, да, что у нас управляющий рестораном осуществляет, так скажем, речевой акт, предложение. Управляющий рестораном предложил нечто маме, да, видим глагол речи. А дальше идет такой фрагмент, который явно отражает голос этого персонажа. В нем разговорная лексика сперва, или, к примеру, ежели вот это устаревшее, да, опять же, кстати, это вводное, мы видели сейчас в словаре, именно для разговорной речи характерно. И вот получается, что, кстати, и грамоту тоже знает, такое выражение, грамота тут в значении, вот грамоту знает, умеет читать и писать. Короче говоря, здесь автор использует прием, так называемый, не собственно прямой, или наоборот, не собственно авторской речи, когда он говорит это от себя, от автора, но, как я уже сказала, отражает в этом голос персонажа. И поэтому участники диктанта могли принять это и за прямую речь. И мы посчитали, что нельзя этого им запрещать, вам, участникам, нельзя этого запрещать. И поэтому допустимыми, правильными считаются при воспроизведении этого фрагмента текста, который включает несколько предложений. Вот такой вариант, например. Кстати, в этом случае мы даже допускаем нарушение границ предложения. Обычно, вы знаете, у нас предложение должно четко члениться там, где точка, а все попытки разбить на более мелкие части мы воспринимаем как попытки ухода от проблем с постановкой знаков припинания. Здесь же мы это допускаем, поскольку тут наоборот, нарушая границы предложения, участник как бы усложняет себе даже задачу, а не упрощает. И вот получается, если вы написали предложил маме устроить Саню мальчиком, дальше поставили двоеточие и все остальное, несколько предложений, написали, ну я выражусь так, как монолог управляющего рестораном, после двоеточия открыли кавычки, с большой буквы начали этот текст, включающий несколько предложений, грамотно эти кавычки закрыли в конце и поставили точку. это правильный вариант, так можно. Можно еще также эту реплику оформить не как прямую речь в кавычках, а как реплику диалога. Поставить тире в начале, и это тире, кстати, уже не влияет на, ну не нужно его согласовывать с отсутствием других тире. Это тире как бы само по себе, реплика диалога, а все остальные тире у нас, каждая в своем предложении фигурирует. Можно и так. И более того, можно было еще сделать и вот таким образом все-таки закончить предложение, устроить Саню мальчиком сперва в буфет, а дальше видно будет, а потом начать прямую речь. И при этом либо поставить двоеточие перед этой прямой речью, вот посмотрите на слайде, либо поставить даже точку, поскольку глагол предложил уже остался у нас там раньше, да, здесь в непосредственной близости к прямой речи его уже нет, поэтому можно и поставить точку, а дальше как бы начинается монолог этого управляющего ресторана. Ну и соответственно этот же вариант можно оформить и через реплики диалога, вернее одну реплику, ничего, что там нет настоящего диалога, да, никто и не отвечает этому управляющему ресторану, ну по крайней мере словесно. Мама, конечно, переколотила всю посуду в ответ на это предложение, но словесно не отвечала, ничего страшного, что тут нет реального диалога, так можно оформить это тоже. Идем дальше. Двенадцатое предложение, вот как раз ответ мамы, но невербальный. Здесь особо обсуждать нечего по поводу орфографии, я выделила, конечно, но не думаю, что у вас с этим возникли проблемы. А вот пунктуацию обсудить нужно. Мы видим, что это предложение сложное, оно состоит из двух частей. Основа первого, мама была в ярости, основа второй части переколотила. И между первой и второй частью подчинительная связь, союз что, который действует тут в паре вот с местоименным прилагательным такой, в такой ярости, что. И стандартно, да, в этом случае перед что ставится запятая. И больше ничего, никаких вариантов сложного предложения, между частями сложного тут больше нет. Но внутри первой части есть осложнение. И опять мы уже с вами привыкли, для нас уже идея стиль Марины Степновой стал родным. Это вот один из излюбленных приемов. После определяемого слова идет определение, обычно холодное. Оно обособляется, конечно, в этой позиции. Да еще к тому же к нему опять присоединяется сравнительный оборот, как оконное стекло. Опять подчеркиваю, что это никакое неустойчивое сравнение, а очень даже нестандартное. И оно, тем более, не является фразеологизмом, запятая перед как тут обязательно. И в общем оформляется все в принципе так же, как и осторожный, легкий и злой, как хорек. Это определение со сравнительным оборотом можно также выделить с двух сторон тире, как вставку. Но опять не забудьте, что если вы решили поставить, вернее, вы должны были не забыть, да, уже поздно, как говорится, не забудьте. Но правильно было, если вы сначала закрыли сравнительный оборот запятой, да, потом поставили вот это закрывающее тире. Вот про запятую не забываем, когда пользуемся тире. Вообще, когда пользуемся выделительными тире с двух сторон, парным тире, обязательно следите, что там будет вот перед закрывающим тире. Не нужно ли там поставить запятую, которая выполняет еще одну дополнительную функцию. Здесь это функция оформления сравнительного оборота. Ну и если вы решили оформить это как вставку, то можно это взять и в скобки, а скобка уже как раз в отличие от тире запятую перекрывает. Вот такая пунктуация может быть в этом предложении. В предложении 13 трудности вызвало только слово расчет на самом деле. Понятно, рассчитать глагол на нас действует, но тем не менее расчет пишется с одной теперь по поводу пунктуации. Предложение состоит из двух частей. Хотела просить, но опомнилась первая часть, вторая хватало. Я имею ввиду основы, грамматические основы первой и второй части. Понятно, что в первой части однородные сказуемые, связанные противительным союзом, но поэтому перед но запятая. Кстати говоря, я прошу прощения, зря я уже полезла в первую часть, нужно сначала поговорить о отношениях между частями сложного предложения. Итак, это сложное предложение из двух частей с бессоюзной связью. И когда связь бессоюзная, нужно обязательно проследить, какие отношения между частями. Просто так поставить знак, не думая на границе между частями, нельзя. Мы видим, что в этом случае опять же между частями специфические отношения, это не просто перечисление, не просто два события, две ситуации, которые идут друг за другом. Первая ситуация, мама хотела просить, но не стала, а вторая ситуация, певиц хватало, нет, не так. Вторая часть тут объясняет причину первой, причину того, что мама передумала просить. И поэтому самый правильный знак тут двоеточие. но, как я уже говорила, всегда на месте двоеточия можно поставить тире, извините, я неправильно выразилась, всегда в бессоюзном сложном предложении между его частями. Вместо двоеточия можно поставить тире, нам разрешается это делать, и поэтому тире тут тоже верный знак. Ну и наконец есть еще вариант оформить вот эту вторую часть как вставку. На самом деле мне этот вариант не нравится, потому что вставка обычно это то, что включает в себя нечто формально не связанное с остальной частью предложения. Как бы вставка всегда, извините за тавтологию, вставляет предложение некое инородное тело, инородное в смысле конструкции, синтаксически инородное. Просто это такая информация, которую говорящий захотел все-таки впихнуть в это предложение, но при этом не связывать вот это высказывание, эту часть высказывания вставную формально со всем, что есть уже в предложении. А в данном случае все-таки формально можно согласиться, что связи нет, но связь семантическая уж слишком тесная, поэтому мне этот вариант лично не нравится, скобки, но мы его допустили. Я его тоже допускаю из принципа презумпции, что не запрещено, то разрешено. а вот например запятую точку с запятой мы здесь не допустили между частями этого предложения, потому что, как я уже сказала, во-первых, точка с запятой неуместна, потому что здесь слишком тесная связь между частями, к тому же они мало осложнены, в первой части небольшое осложнение, а во-вторых, запятая тут тоже неуместна, потому что, как я уже сказала, отношения тут сложнее, чем те отношения, которые обычно выражается запятой. Идем дальше. В 14-м предложении об орфографии сказать нечего, поэтому сразу к пунктуации. Здесь мы видим сложное предложение, состоящее из двух частей. Связаны эти части с союзом И. Стандартный знак запятая перед И. Но, как мы уже говорили, если союз И связывает два компонента, в данном случае это две части сложно сочиненного предложения, между которыми есть отношение причины и результата, следствия, то можно поставить тире. И здесь именно этот случай. Мама перестала брать Саню с собой, и в результате он впервые оказался предоставлен самому себе. Запятая тут ставится по формальному признаку. Запятая в сложно сочиненном предложении перед союзом И. Тире тут ставится тогда, когда нужно подчеркнуть вот эти вот смысловые отношения, да, больше такой семантический принцип. А вот точка с запятой тут будет неуместна, ни по какому принципу, потому что, повторю, уже говорила об этом в предыдущих случаях, если мы ставим точку с запятой, мы тем самым показываем части, не связаны тесно между собой по смыслу. А здесь они как раз очень даже тесно связаны. Точка с запятой здесь будет неуместна. Предложение 15. Здесь ошибки допускались регулярно в слове «поначалу». Хотя, ну, кстати, в экспресс-разборе, да, я об этом говорила после диктанта сразу. Поначалу это такое слово давно-давно в русском языке закрепилось, да, оно происходит от сочетания существительного с предлогом, но достаточно давно оно уже как бы сращение произошло, да, существительного с предлогом. И вот оно и пишется и осознается нами, как вот такое отдельное слово «поначалу». Но я понимаю, почему пишущие тут допускают ошибки. Во-первых, влияют такие словоформы, которые стали модны в последние годы, например, по факту, по итогу, да, форма существительного в дательном падеже с предлогом «по». И вот некоторым кажется, что поначалу это нечто подобное. Во-вторых, мы все хорошо, кстати говоря, вот в этом случае хорошо помним, а в других случаях, когда нам это необходимо, мы это не помним. Мы помним правила «по», да, в наречиях, но в наречиях образованных от прилагательных. Пишется через дефис, например, по-прежнему, по-своему и так далее. И пишущие допускают здесь ошибку дефисное написание под влиянием вот этих вот наречий. В общем, поначалу пишется слитно, да и все, и пойдем дальше. Хотя тут есть еще вот выделены красным, да, какие-то моменты, но мы их уже комментировать не будем. А лучше поговорим о пунктуации этого предложения. Во-первых, мы видим, что это предложение сложное, и в нем первая часть Саня рабел выйти, скучал, слонялся. И вот внутрь этой первой части внедряется предаточное, чем заняться. Многие пропустили запятую после вот этого депричастия, не зная, да, ну, я потом скажу о нем, или ладно, давайте уже сразу скажу. В первой части есть осложнение, обстоятельства обособленные, выраженные депричастием, не зная. И вот к нему, к этому депричастию, а депричастие это форма глагола. И можно сказать, вот к этому глаголу знать, да, неважно тут с отрицанием он или нет, присоединяется типичное для этого глагола изъяснительное предаточное. Знать что? Знать, например, там, куда пойти, знать, кому обратиться, да, знать, что делать и знать, чем заняться. Вот это нормальное, полноценное, предаточное. Конечно, это очень короткие такие вот фрагменты, не зная словечко, да, с частицей коротенькое, чем заняться, очень короткое, предаточное. И произносится это все вот на одном дыхании, не зная, чем заняться. Поэтому запятую ставить не хочется, да, интонационно тут ничего не происходит, так скажем, и люди не замечают, что тут должен быть структурный знак припинания. То есть знак припинания, который отмечает именно конструкцию сложно подчиненного предложения, структуру между главным и предаточным, да, в этом предложении. А еще к тому же влияет вот знание того, что есть обороты, где вот такой элемент, чем заняться, как раз не отделяется запятой. Есть чем заняться, будет чем заняться, было чем заняться, но это другое. В этих оборотах чем заняться не является предаточным. Здесь есть, можно сказать, сказуемое, чем заняться подлежащее, такое вот фразеологизированное, так называемая номинация разговорной речи. А знать, чем заняться, это полноценное, вот полноценный глагол так называемого ментального состояния, в общем, глагол мыслительной деятельности, да, и к нему требуется изъяснительное предаточное. Это нормальное для него распространение. Так, еще обратите внимание, что в этом предложении, кстати, обратите внимание, что у автора тут стоит тире, да, то по комнатам, то по двору. Это тире тут не обязательно, оно тут тоже такое вот выразительное, экспрессивное, присоединяет, да, конструкцию, то по комнатам, то по двору, присоединительное и интонационно-выделительное, такую паузу отмечает. Но на самом деле в этом предложении может быть и другое тире. Поначалу Саня рабел один выйти наружу и дальше поэтому скучал, слонялся, да, и вот между этими однородными сказуемыми возможно тире, потому что есть вот это отношение, опять же, причины и результата. Но обратите внимание снова, что если вы здесь тире поставили, то перед, то по комнатам, то по двору, тире быть не должно. Вот такая пунктуация. Шестнадцатое предложение. Здесь я прокомментирую только, ну, можно, конечно, и настолько комментировать, но думаю, что тут всем понятно, что это мера степень, да, не количество. Прокомментирую Воронежский мир. Я уже упомянула, кстати, когда Сани на сердце, да, мы обсуждали. Вот если прилагательное от антропонима, от имени собственного имени человека, тогда с большой буквы. А вот если от топонима, от названия места, да, то с большой буквы пишется, если только имя собственное. Здесь это не имя собственное, это просто мир города Воронежа в целом как таковой. Поэтому написание с большой буквы тут является ошибкой, и такой ошибкой, которая может повлиять на оценку сильно. Так, пунктуация. Мы видим, что это предложение сложное, оно содержит главную часть, основа осмелел, и предаточную, исследовал, основа исследовал, да, и связаны эти две части союзом что, что тут работает в паре с настолько. И здесь стандартно, да, между главной и предаточной частью запятая. Далее, внутри этой предаточной части второй есть однородные члены. Исследовал, что улицы, а потом и мир. Ну, тут даже не союз, а такой союзный комплекс, а потом и, да, соединяет эти однородные члены, и перед А ставится запятая. Ну, перед любым союзным сочетанием, включающим компонент А в начале, ставится запятая. Обратите внимание, здесь можно поставить после-потом еще тире, тире, которое может стоять в неполном предложении. Например, исследовал сперва окрестные улицы, а потом пропущено слово исследовал, да, и весь обитаемый воронежский мир. Вот так тоже можно трактовать это предложение, можно сказать, как состоящее уже из трех частей. Ну, это не важно. Важно, что тире тут вполне допустимо. Идем дальше. Чудесное предложение. Мир этот оказался полон женщинами. Я его, я вот на примере этого предложения, на самом деле тут нет трудностей ни в орфографии, ни в пунктуации. Но мне это предложение нравится, и я решила на примере этого предложения показать, что в диктанте вообще, кстати, не только в этом предложении, у нас есть такой принцип при проверке варьирования знаков конца предложения. И вот на примере этого я это и хочу показать. То есть вы можете закончить предложение точкой, стандартный, да, знак конца предложения. Во многих случаях, не во всех, но регулярно это встречается, особенно в оценочных таких предложениях. Здесь тоже есть оценка, хотя, казалось бы, это просто констатация факта. Так вот, может быть, это, это такое предложение заканчиваться и многоточием, если говорящий в некой задумчивости и печали это произнес. А если наоборот это его порадовало и воодушевило, тогда в конце уместен восклицательный знак. И, кстати, это касается, например, еще последнего предложения в нашем тексте. Там я об этом уже говорить не буду, но вы имейте в виду. Оно у нас тоже, даже более жизнеутверждающая, чем это. И оно тоже может заканчиваться и восклицательным знаком, а может быть, даже и двумя и тремя. Это тоже не являлось ошибкой. Так, восемнадцатое предложение. Здесь у нас было Большой Дворянской, да, Большая Дворянская улица. Это было на слайде. Мы предупреждали пишущих, что нужно писать оба слова с большой буквы. Тем не менее, нашлись те, кто Большой с большой написала, Дворянской с маленькой и наоборот. Но у нас принцип, если было на слайде, то мы это не включаем в подсчет ошибок. В общем, я думаю, что с орфографией в этом предложении особых проблем не было. Пунктуация. Это простое предложение. Простое по структуре, но не простое по расстановке знаков припинания. Саня подлежащая смотрел сказуемое. К сказуемому относится обособленное обстоятельство, выраженное депричастным оборотом, разинув от восхищения род. Оно выделяется запятыми с двух сторон. Далее, вот это сказуемое смотрел, да, имеет дополнение на дам. И к этому дополнению относятся несколько, на самом деле, так, определений. Два из них стоят перед определяемым словом. Это причастный оборот проплывающих по Большой дворянской и прилагательное разодетых. Они стоят перед определяемым словом, поэтому не нужно причастный оборот здесь обособлять, да, выделять запятыми. Еще второй момент. Эти два определения неоднородны. Вот именно в таком порядке следования сначала причастный оборот, потом прилагательное и потом определяемое слово. Не нужно ничего тут специально отмечать пунктуационно. Это вполне естественный порядок слов. Разодетые дамы, да, и при этом они еще проплывают по Большой дворянской. То есть наличие запятой перед разодетых – это ошибка. И еще к слову дам, да, к словоформе дам относится определение распространенное, выраженное прилагательным, зависимыми словами, похожих на вазы с фруктами и цветами. И оно стоит после определяемого слова, поэтому обязательно обособляется. То есть на письме отделяется запятой, да, ну в конце предложение отделяется, внутри стояло бы, выделялось бы с двух сторон. Предложение 19. Тут, я думаю, можно на орфографии не восстанавливать своего внимания, а вот пунктуацию тоже нужно обсудить. На гимназисток, вечно державшихся дрожащими стайками словно мотыльки. Ну мы видим, что это осколочек, да, предыдущего. Саня смотрел на дам, на гимназисток и дальше у нас еще будет на горничных девушек. Это результат, так называемой, порцеляции, да, одно предложение разбито на несколько высказываний. В этом кусочке к существительному гимназистке на гимназисток относится определение распространенное, выраженное причастным оборотом, вечно державшихся дрожащими стайками, поэтому мы его обособляем, да, оно стоит после определяемого слова. И опять, как мы уже заметили, да, идея стиль Марины Степновой, как говорится, впитали уже в себя. Это определение присоединяет к себе сравнительный оборот, словно мотыльки. И поэтому не забудем перед словно поставить запятую. Ну вот здесь, кстати, практически все ее поставили, потому что, наверное, во фразеологизированных сравнительных конструкциях словно мало встречается, если вообще встречается. Там в основном как союз, да, поэтому у многих людей перед как вот желания нет поставить запятую, а перед словно все-таки запятую ставим, не особо над этим задумываясь. Вот только такой вариант расстановки знаков припинания в этом предложении. Теперь двадцатое предложение. Здесь у нас несчастные многострадальные горничные девушки. Это я говорю об орфографии этого предложения. Поскольку в начале, перед диктантом, да, нам специально дали пояснение о том, что есть такие случаи, когда к существительному добавляется еще одно существительное приложение, да, нераспространенное, одиночное. И оно пишется через дефис, и это нам сказали для того, чтобы мы правильно с вами написали коляску-эгоистку. Но, как всегда бывает, да, под раздачу еще и попали горничные девушки. Я прошу прощения. Я понимаю, что многие, не многие, а современные носители русского языка воспринимают слово горничное как существительное. Но если вы пишете горничных дефис девушек, да, через дефис как коляску-эгоистку, тогда вы, наверное, думаете, что существуют разные виды горничных. Горничные девушки, горничные бабушки, горничные, там, юноши, возможно. Но на самом деле тут нет, да, таких отношений. Девушка – это не характеристика, не указание разновидности горничных. Это употреблено автором, ну, чтобы придать некую такую архаичность легкую, да, такой флер старины тексту. И горничных тут прилагательное, которое относится к существительному девушек и пишется без всяких дефисов. И пунктуация 20-го предложения. На горничных девушек, спешащих по хозяйкиным делам и прошивающих город мелкими аккуратными стежками. Здесь к существительному девушек относится, опять у нас, да, распространенное определение, выраженное причастным оборотом, и даже не одно, а два. И они стоят в паре, спешащих по хозяйкиным делам и прошивающих город мелкими аккуратными стежками. Между собой они однородны, поэтому перед «и» не нужна запятая. А вот в целом эта пара должна быть обособлена, что, собственно, и выражается тут в виде запятой после слова «девушек». Еще посмотрите, вот внутри этого определения к стежкам, да, стежок, стежки, стежок, относятся два определения. Мелкие и аккуратные стоят перед этими самыми стежками. И здесь возможны обе трактовки. Они могут не считаться однородными. Мелкими – это размер стежка, а аккуратными – ну, там, скажем, степень мастерства исполнения, да. А может быть и так, что кто-то посчитал их синонимичными, потому что аккуратные слова имеют еще значение небольшое по размеру. Ну, например, там аккуратная ступня, там какая-нибудь, да, это не хорошо исполненная ступня или, там, не чистая, опрятная ступня, а именно небольшая по размеру. Поэтому мелкие и аккуратные могут выступать как синонимы, а значит быть однородными. И правильными тут являются оба варианта. И без запятой, как неоднородные, и с запятой, как однородные. Ну, и, наконец, последнее предложение, которое тут имеет много разных вариантов. У автора оно выглядит так. Саня влюбился во всех них сразу и навсегда. И вот при диктовке делалась такая прям эмфаза, пауза такая, да. Многие ее услышали. И у автора тут тире. Хотя это предложение простое, в нем нет осложнений. Вообще, если нейтрально к нему относиться, да. Саня подлежащая, влюбился сказуемо, влюбился в кого? Во всех них. Влюбился как? Сразу, то есть без промедления, да. И тоже как, но уже другое значение, там, навеки вечное. Ну, кстати, союз И тут указывает как раз, что вот эти два сразу и навсегда, они могут осознаваться как однородные. Оно во всех них идет, скажем так, работает тут независимо от сразу и навсегда, да. Вот в кого это одно, а как это другое. И вообще нейтральное оформление этого предложения, вот оно среди возможных вариантов второе, без всяких знаков припинания. Саня влюбился во всех них сразу и навсегда. Вот это нейтральное. Но автор хочет выделить здесь последний элемент. И навсегда, как бы поставить такую эмоциональную, твердую точку, а может быть восклицательный знак. И я шучу, конечно, я имею в виду выделить и навсегда. Поэтому ставит тире. Многие, не многие, а несколько человек, ну, из тех, кого я проверяла, да, чьи работы я видела вообще, услышав эту паузу, это вот такое вот четкое деление интонационное, поставили после сразу многоточия. Заранее мы этот вариант не предусмотрели, но потом решили, что действительно так можно. Почему нет? Если тут вот именно такой разрыв, да, интонационный. Допустимо. Далее, может быть и другое интонационное членение этого предложения, и немножко другой, ну, не то чтобы другой смысл, но немножко иная трактовка. Саня влюбился во всех них сразу и навсегда. Здесь мы видим, что вторая часть этого предложения, во всех них сразу и навсегда, становится присоединительной конструкцией, которая пускается как бы вдогонку, да, Саня влюбился в высказание, а потом добавляется еще вот все остальное. И как положено при присоединении, вот этот второй присоединившийся компонент оформляется с помощью тире. Ну и, наконец, еще, оказывается, при определенной трактовке, да, допустимо считать вот эти три наречных, получается, таких обстоятельственных, тут получается сразу слово, навсегда слово, а во всех них не слово, а выражение. Три таких обстоятельственных, или просто три обстоятельства, да, во всех них сразу и навсегда. Можно их считать однородными. В каком смысле? Саня влюбился во всех них сразу и навсегда. Считать однородными в смысле указывающими на абсолютную степень влюбленности Сани, да, его состояние. Влюбился во всех них без исключения, то есть абсолютный охват объектов этой влюбленностью, сразу, без промедления, да, то есть абсолютно вот такое вот наступление этого состояния, без промедления, как я уже сказала, и навсегда, опять же, абсолютный охват во времени, всегда, навеки вечные. Поэтому запятая после во всех них тоже возможно, хотя так не диктовали, и автор, возможно, не вкладывал этот смысл, но так можно понимать это. Это не только не противоречит здравому смыслу, но и, кстати говоря, не особо-то нарушает замысел автора. Ну и тут вот я для себя написала, почему тут невозможно двоеточие, чтобы не забыть про это сказать, потому что я уже забыла про это сказать там в предыдущих моментах. Сейчас, наверное, будут вопросы в чате, и уже предвижу. Почему невозможно двоеточие? Двоеточие в простом предложении, а это предложение простое, возможно только в одном случае, если есть обобщающее слово, и после него идет ряд однородных членов. Но для этого нужен не только ряд однородных членов, но и обобщающее слово. Что такое обобщающее слово? Это слово, которое, с одной стороны, грамматически подобно вот этим самым однородным членам, лучше, если это будет та же самая часть речи, но не обязательно, хотя бы оно должно быть тем же самым членом предложения. И второй момент еще, оно должно по смыслу, по содержанию включать в себя те конкретные частные значения, которые выражаются этими однородными членами в ряду. И вот здесь вот, если вы поставили двоеточие, там, например, Саня влюбился, двоеточие во всех них сразу и навсегда, это ошибка, потому что влюбился глагол не является обобщающим словом для обстоятельств, которые идут дальше. То же самое можно сказать, вот я думаю, что вопросы такие будут, и в предложениях там осторожный, легкий и злой, как хорек, и там другие еще подобные примеры есть. В общем, если вам хочется внутри простого предложения поставить двоеточие, и, как правило, нам это хочется в простом предложении поставить перед рядом однородных членов. Так вот, я скажу так, прежде чем поставить двоеточие перед рядом однородных членов, найдите обобщающее слово. Если вы найдете что-то, что может трактоваться как обобщающее слово, тогда ставьте после него перед рядом однородных членов двоеточие. Если нет, тогда не нужно этого делать. Так, вот он наш разбор. Эта картинка будет символизировать не только тотальную любовь, влюбленность с Аней во всех них сразу и навсегда, но и нашу с вами именно тотальную любовь к тотальному диктанту. И сейчас я постараюсь ответить на вопросы. Надеюсь, у меня это получится. Так, я имею в виду, надеюсь, у меня получится совладать с чатом. Я прошу прощения, что я не могу отвечать вот сразу, непосредственно, потому что я не могу как бы смотреть одновременно сразу. Ой, вы не могли бы мне помочь? Я тут не туда нажала немножко. Я думаю, что это не страшно будет для трансляции, ничего страшного. Я вот нажала, и у меня это исчезло. Так. И поднимите наверх, а то я сейчас опять не туда нажму. Субтитры создавал DimaTorzok Пишет, есть что почитать у Степновой. Но только есть что почитать, как раз пишется без запятой. Я прошу прощения, да? Женщины Лазаря, хирург, сад. Да, ну есть что почитать, запятая не нужна. Ну, поскольку у нас тут встреча связана именно с русским языком, я буду позволять себе указывать на ваши ошибки в чате. Хотя, в принципе, я этого обычно не делаю при сетевом общении. Так, тут у нас коллеги обсуждают творчество Марины Степновой. И я сейчас не буду об этом говорить. Скажу только, что мне понравился и сад, и женщины Лазаря. Мне и текст «Тотального диктанта» мне понравился. Так, дальше. Так, ну если перед глазами нет текста, то я не могу комментировать. Так, тут люди общаются между собой. Вот, наконец-то я нашла вопрос ко мне. Интересно, пишет Анна Пушкарева, а стишки могут быть написаны в кавычках? Нет, стишки не могут быть написаны в кавычках, так же, как не могут написаны быть в кавычках проплывающих. У нас там был вариант, кто-то написал проплывающих в кавычках. И понятно, почему люди так написали. Они видят, что это метафора, да, то есть не буквальное выражение. И то же самое стишки, вот ваш вопрос с этим связан. Стишки – это метафора, да. И люди, думая, раз слово употреблено не в буквальном, а в метафорическом значении, то нужно взять его в кавычки. Нет, товарищи, я вам так отвечу. Нет такого правила в правилах русской пунктуации, чтобы в кавычки брать слова, употребленные в переносном метафорическом значении. В необычном значении, да, в нестандартном. Но здесь вполне нормальная метафора. Она в художественном тексте очень органична. Поэтому стишки в кавычках нет, нельзя. Так, «Приходил ветер» – это не первая часть. Вот, к сожалению, Сергей Ощепков пишет, что он не видит оснований для двоеточия. Где именно он не видит оснований, я только тогда смогу ответить. Так, дальше мы обсуждаем опять творчество Марины Степновой. Я очень рада, что ее тексты вызвали вот такое желание и обратиться к ее творчеству, и обсудить, и даже где-то, может быть, и покритиковать. Ничего страшного. Главное, что литература вызывает отклик живой. Так, дальше, я думаю, Сергею поможет Юлия в третьей части. Пока я этого сделать не могу, потому что у меня нет перед глазами этой третьей части. Так, спасибо большое за добрые слова, Татьяна Белова. Тавтология. Ответьте, пожалуйста, про тавтологию. Одноместная коляска-эгоистка. Только это не тавтология, это плеоназм. Получается, плеоназм – это такая речевая избыточность, при которой не повторяется буквально слово или корень, как при тавтологии, а внутренний смысловой повтор. Я думаю, я соглашусь с вами, что если строго подходить к этому, коляска-эгоистка – это и есть одноместная коляска. Но думаю, что не надо сильно упрекать за это Марину Степнову, потому что ей нужно было показать читателю, что это такое. Вот если бы не было слова «одноместная», читатель даже бы и не понял, что такое коляска-эгоистка. И вообще для него это было бы каким-то таким, ну, как бы, так сказать, диким употреблением слова «эгоистка». А вот когда слово «одноместная» прозвучало рядом, сразу стало понятно. Иногда мы должны нарушать, я даже скажу, должны нарушать нормы культуры речи для того, чтобы было понятнее, чтобы коммуникация была успешнее. Вот бывает такое, приносишь жертву абсолютную точность и безупречность, чтобы адресат лучше тебя понял. Так, дальше спасибо вам за то, что разбор понравился. Так, вопросики остались. Ну, давайте вопросики, вопросики. Так, пока я вижу только мнение по поводу текста. Предложение 10. При отсутствии интонационного выделения слова, пишет Юлия Вихлянская, «Опять же, не являются вводными, не обособляются». Возможно, на грамоте РУ так и написано. Я не только уважаю безмерно, но и даже по-своему люблю тех, кто работает на грамоте РУ. Но все-таки не соглашусь. Здесь главное не интонационное выделение, опять же, грамоту знает. Здесь главное значение. Здесь, опять же, повторю, не обозначает сразу, извините, еще раз, снова. Вот лексическое значение «наречие опять». А здесь у него значение «кроме того». А раз значение «кроме того, как у вводного», значит, должно выделяться запятой, как вводное, как минимум запятой. Вообще, на самом деле, вводные слова и выражения совершенно не обязательно выделяются интонационно. То, что мы привыкли с вами выделять как вводное, мы совсем не обязательно выделяем интонационно. Ну, например, «конечно, он придет». Безусловно, это что-нибудь дальше, какую-нибудь оценку. Ну, безусловно, книжное такое, поэтому я не могу сразу придумать сходу контекст. Безусловно, это ценная работа, или, безусловно, это важное замечание. Мы не выделяем здесь интонационно ни «безусловно», ни «конечно», а произносим их так же, как «наречие». Но по смыслу, по значению, это не обстоятельство, там, образа действия или еще чего-то, а это именно выражение субъективно-модального такого субъективного отношения, говорящего к тому, о чем он говорит. Поэтому интонация тут не столь важна. Но и соглашусь с Татьяной Беловой, что при диктовке интонация там была. Тем более, что, в общем, здесь это в начале предложения, еще и как бы особые для этого есть предпосылки. Так, спасибо за добрые слова. Так, ага, идем дальше. Какова бы была оценка, если у себя в тексте я нахожу из ошибок только допустимые варианты расстановки знаков припинания? Ну, если вы, вы говорите, это пишет нам Инга Хохлова, писала текст дома. То есть вы писали в формате пишем дома, да? И если вы писали пишем дома, вы должны были сдать работу свою письменную, да, на проверку в городе, там, организатору, координатору, ее бы проверили филологи. Если вы писали именно на сайте, ну, поскольку не отправляли, да, на сайт, то оценку не получили. Но если вы из ошибок находите только допустимые варианты, вот то, что я сейчас отнесла к допустимым, это не ошибки, это значит, у вас нет ошибок. Но, правда, надо, я бы на вашем месте все-таки дала кому-то это проверить, хотя бы просто знакомому филологу, чтобы убедиться. Потому что сам человек часто находится, ну, там, грубо говоря, в шорох, да, своего восприятия, чтобы без отрицательных коннотациях, в рамках, да, вот своих установок. И надо на этот текст еще со стороны посмотреть внимательно. И тогда уже вы точно убедитесь, что там нет ошибок. Так, вопрос от Анны Пушкаревой. Почему в предложении 3 Санина не может быть обобщающим прилагательным для остальных, для постановки двоеточия? Вы имеете в виду, что сердце Санина, да, это обобщающее определение такое, а к нему ряд однородных членов, какое там оно дрожащее, да, еще какое-то, не может такого быть. Почему? Потому что в значении лексическом притяжательного прилагательного Санина, а это значение принадлежащее Сани, не входит в это значение значение остальных определений. Дрожащее, какое там оно еще, я сейчас не вспомню. Вот все определения, которые стоят в ряду, они характеризуют это сердце, да, и вот эти их значения не являются компонентом значения слова Санина. Поэтому оно не может быть обобщающим словом. И поэтому двоеточие тут все-таки является ошибкой. Почему не допускается запятая перед правдой? Хороший вопрос. Знаете, если мы правда выделяем с двух сторон запятыми, то тогда это другое вводное слово правда, которое синонимично слову впрочем. Вот, например, там я, ну, например, что-нибудь там сделала, правда, мне не удалось там до конца это сделать, да, к примеру. Вот эта правда, это другое правда, такое уступительное. И оно выделяется запятыми с двух сторон. Вот если бы вы написали и запятая правда, запятая и дальше, то возник бы этот смысл. И правда, и впрочем, и хотя, и так далее. А вот эта правда, которая действительно на самом деле, вот оно может быть либо изолировано вот таким образом, да, просто правда, или в сочетании с союзом. Так, текст диктанта шикарный, согласна. Так, вопрос под двоеточие после наружу. Так, это какое у нас предложение наружу? Сейчас, давайте я, наверное, все-таки посмотрю на слайдах. Так, ага, сейчас, секунду. Посмотрим наружу. Вот это, да. Вы имеете в виду, поначалу Саня рабел один выйти наружу, двоеточие, скучал, слонялся. То есть вы считаете, что, опять же, а или какой вопрос под двоеточию? А, поняла. Значит, тире мы тут допустили, да, двоеточие не допускаем. Если даже считать это предложение сложным, например, первая часть, сложным, бессоюзным. Первая часть, поначалу Саня рабел один выйти наружу, а вторая часть неполная, скучал, слонялся и так далее. То двоеточие тут допустимо в том случае, если вторая часть раскрывает смысл первого, конкретизирует этот смысл. А у нас тут не такой случай. Мы не можем сказать, что скучал и слонялся, это иллюстрация его робости. Это не иллюстрация его робости. Это не конкретизация его робости. Это последствия его робости. И вот при последствии это ставится тире, да, когда выражаются последствия, следствие ставится тире. Таких отношений, которые при двоеточии в бессоюзном сложном предложении, тут нет. Далее. Так, так, так. Ой, извините, я тут сейчас боюсь что-то сбить. Иду дальше. Воронежский. Воронежский, да, коварное слово. Так, предложение 7. Вместо тире. Возможно ли двоеточие? Спрашивает Сергей Лисицын. Сейчас посмотрим. Предложение 7. Переключаю. Так, предложение 7. Это 8. Вот оно 7. Возможно ли двоеточие? Нет, невозможно. Двоеточие в предложении 7. Саня шел 12-й год. Двоеточие. Первая пора отрочества. Вы имеете в виду, что это сложное предложение? Вот если бы первая пора отрочества была полноценным предложением, например, Саня шел 12-й год. Двоеточие. Это была первая пора отрочества. Вот тогда бы мы точно говорили, что это сложное, бессоюзное предложение из двух частей, и вторая часть раскрывает смысл первой. Но здесь это не самостоятельное предложение. Первая пора отрочества. Что это? Вторая часть какая? Неполная? Тогда где? Какое там подразумевается сказуемое? Саня шел 12-й год. Шла первая пора отрочества? Нет. Тут такого нет. В общем, я тут не допускаю двоеточие, потому что я не могу считать первая пора отрочества второй частью сложного предложения. Это все равно нечто такое вот непредложенческое, которое присоединяется к вот этому самому 12-му году. А внутри простого предложения такое нечто может оформляться либо через запятую, либо через тире. Повторяю, двоеточие внутри простого предложения возможно только после обобщающего слова перед рядом однородных членов. Больше двоеточия в простом предложении быть не может. Так, идем дальше. Почему нельзя написать так? Поначалу Саня робел один выйти наружу, двоеточие. Ну, я уже ответила на этот вопрос, потому что скучал, слонялся это не причина его робости и не раскрытие смысла. Не иллюстрация этой робости, не конкретизация этой робости, а наоборот, следствие этой робости. И вот если мы, кстати говоря, вместо двоеточия можем ставить тире, где захотим, в бессоюзном сложном предложении, то наоборот нет, товарищи. Обратного разрешения нам нет. Мы не можем, например, поставить тире и потом сказать, а поставлю-ка я вместо тире в бессоюзном сложном предложении двоеточие. Этого нам не разрешают. Разрешают только наоборот. Так, после наружу двоеточие в пятнадцатом предложении я уже ответила на вопрос. Опять поставила двоеточие после наружу. Тоже это я уже ответила. Так, идем дальше. Слова управляющего нужно было брать в кавычки как цитату. Нет, не нужно, Екатерина Михайлова, но можно было брать эти слова. Это как допустимый вариант. Ну, кстати, немногие им воспользовались. Вот у нас буквально единицы там этим воспользовались во Владивостоке. Ну и слава Богу. Так, вопросы про двоеточие. Опять в предложениях три, восемь, пятнадцать допустимы ли? Так, ну на какие-то я уже ответила. Сейчас посмотрю. Восемь, да, вы говорите? Восемь. Вот опять то же самое. Управляющий рестораном вы имеете в виду поставить здесь двоеточие и дальше осторожный, легкий и злой. Нет, недопустимо, потому что управляющий рестораном не является обобщающим словом для определения осторожный, легкий и злой. Ну, например, там, если бы хотя бы так было. Управляющий рестораном был там очень опытный и дальше осторожный, легкий и злой, к примеру. Можно еще тут, я немножко за уши, конечно, это притягиваю, но опытный можно считать. Во-первых, это тоже определение, да, и во-вторых, условно говоря, можно посчитать, что опытный включает в себя осторожный и еще там что-то. Ну, я сейчас на ходу это сочнила, поэтому не очень удачно. Но здесь нет никакого такого определения, тут нет никакой возможности нам найти обобщающее слово для осторожной, легки и злой, поэтому нельзя тут поставить двоеточие. Дальше, отвечая на тот же вопрос Ирины Куприяновой, предложению 15 иду. Так, сейчас переключаю. Пятнадцатое предложение. Про наружу, да, я уже на этот вопрос ответила. Нет, тут не может быть двоеточие. И возвращаясь назад к предложению 3. Предложение 3 это у нас сердце. Опять же, я уже ответила на этот вопрос. Вы имеете в виду маленькое, дрожащее и все-таки ликующее. Это ряд однородных определений и вы поставили после вниз двоеточие и спрашиваете, недопустимо ли это. Это могло бы быть допустимо, если бы там было обобщающее слово. Его там нет и Санина не подходит на роль такого обобщающего слова. Я уже тоже на этот вопрос ответила. Так, так, ну, Ирина Неволина, надеюсь, дождались ответа, да, 8 и 15 и 3. Так, ответила. И правда, я написала и правда с двух сторон. Да, действительно, другое значение. Так, спасибо вам большое за большое, за большие ваши спасибо. Очень приятно. То, что сын написал на два тотальный диктант, а у него в школе 5, это не, пусть вас не удивляет и не пугает, нормально, пусть он дальше пишет и он в конце концов напишет на 5. Просто диктант это художественный текст на самом деле. Хоть мы его немножко адаптируем, там, приходим в компромиссу, да, с автором, там, что-то делаем более удобным для написания под диктовку, но такой текст никогда учитель не даст в школе писать, потому что он чреват многими моментами, вот хотя бы этим моментом оказывается нельзя несколько тире в одном предложении. Школьники про это даже и не знают. И вот, чтобы не напороться на такие вот места, да, учителя дают, конечно, гораздо более безопасные тексты и нормально. В школе пусть пишет безопасные тексты, у него должна еще сформироваться помимо грамотности уверенность определенная. Ну а когда уже захотелось чего-то более сложного, надо приступать к тотальному диктанту и со временем главное анализировать свои ошибки, да, понимать, в чем они и постараться их избегать впоследствии. Так, ага, ага, вот Кристина Макарова пишет, вот оно и раскрывает, он сидел дома, потому что боялся выйти, но тогда у вас получается боялся рабел, это все-таки причина, правильно? Вы говорите, потому что боялся, раз потому что боялся, значит боялся это причина, а у нас рабел стоит сначала боялся, а потом скучал, слонялся, и скучал, слонялся, это следствие из этой причины, а если у нас следствие во второй части, то нужно ставить тире, а не двоеточие, двоеточие ставится, если во второй части причина, А у нас с вами наоборот. Рабел это причина, а склонялся это следствие. Что значит проверено без оценки, спрашивает Наталья Котлерова. Это значит, у вас текст написан не полностью. Например, вы опоздали, написали только часть. И согласитесь, если у вас там, например, половина текста написана, и там, ну, например, там две пунктационные ошибки, оценка 4, то это не совсем все-таки адекватная оценка по сравнению с теми, кто написал весь текст. Может быть, в той половине, которую вы не написали, вы бы там еще ошибки допустили. Поэтому у нас такой принцип, если текст написан не полностью, мы его, конечно, проверяем, чтобы вы могли увидеть свои ошибки, поработать над ними. Но мы не ставим оценку, а ставим проверено. Так, предложение 8. Допустимо ли двоеточие после слова мальчикам? По-моему, я уже отвечала на него, да? Сейчас я убедюсь, убежусь, попытаюсь убедиться. После мальчикам, да? А, допустимо ли двоеточие после мальчикам? Сначала, да? Да, допустимо, я это вам показывала на слайде. Так, посмотрите, вот предложение 8. Ну, потом посмотрите. А можно сейчас, кстати, этот слайд показать? Да, вот он, да. Посмотрите, вот тут написано. Так, следующий еще слайд. Да, вот этот. Вот тут есть такие варианты, возможные варианты. Предложил маме устроить Саню мальчиком двоеточие, потому что дальше можно трактовать как части бессоюзного сложного предложения, которые как раз раскрывают вот этот смысл. Как именно устроить, куда именно устроить и так далее. Так, предложение 2. Варианты пунктуации вдруг замерев. Это я тоже отразила. Сейчас вот верну вас к слайду там в начале, да, к слайдам. Да, ой, минуточку. Это отражено. Может быть, вы не сразу подключились к нашей трансляции. Вот посмотрите. Сейчас, секундочку еще. А вот. Нет, не вот, а вот. Вот этот слайд. Вот здесь вот возможные варианты. Сейчас вы увидите этот слайд, следующий. Да, нет, еще один. А, нет, вот этот, да, вот этот. Вот, вот, вот этот, да, возможные варианты. Посмотрите, это я сейчас отвечаю. Сергею Ощепкову. Предложение 2. Я говорила в начале, что мы допускаем разное членение на синтаксические компоненты. У автора написано и вдруг замерев, да, и запятая вдруг замерев, запятая подпрыгивала. Но если вы написали, посмотрите, в возможных вариантах, и вдруг запятая замерев, запятая подпрыгивала, тоже можно. Тогда вы посчитали, что вдруг относится к подпрыгивала, да, а замерев, как одиночное депричастие к этому присоединяется. Да, это не ошибка. Это нормально. Так, дальше, так, 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 про мальчика, да, уже с двоеточием спрашивали. Под подмышками. Людмила Фурман пишет, если подмышками написать слитно, то нужно написать под подмышками. На самом деле подмышками изначально появилось именно это в первую очередь выражение наречное. И это означало не мышей каких-то, а мышцы. Подмышками это подмышцами. Поэтому это раздельно писалось раньше, как существительное с предлогом. И вот так это и сохранилось. Мы знаем, что у нас многие наречия, которые образованы от сочетания существительного с предлогом, сохраняют раздельное написание, даже если уже там это существительное в другом значении, или его вообще уже не существует. А уже от этого наречного образовалась существительная подмышка. Это также, знаете, как в современной речи мы говорим за границей, раздельно живет за границей, уехал за границу. И в какой-то момент, это, кстати, было уже на моей памяти, я уже была в сознательном возрасте, я бы даже сказала не русский, а советский человек придумал существительное заграница, которое слитно пишется, как отдельное существительное, самостоятельное. Из такого вот наречного сочетания существительного граница с предлогом. С подмышками, по-моему, та же история. Ну вот просто это слово как-то мы мало пишем, поэтому мало знаем, как пишется оно. Так, эфир будет сохранен, да, запись идет, тут уже вам отвечают на этот вопрос. Так, еще раз спасибо. А, так, Сергей Ощепков уточняет свой вопрос. И, запятая, вдруг запятая, замерев, нет, Сергей, так неправильно. Потому что так вы выделили не замерев, а выделили вдруг. То есть замерев вы выделили, да, это нормально. Но когда вы ставите после и в этом случае запятую, значит, вы выделяете слово вдруг. А слово вдруг это такое наречие, ну, иногда оно даже в функции частицы выступает. А как наречие это означает неожиданно. Это просто обстоятельство, член предложения. Его не нужно выделять, оно не может быть обособленным. То есть после и, запятая, в данном случае это ошибка. Вернее, ошибка является тут запятая и после и, и после вдруг. Вот вы должны выбрать что-то одно. Либо и вдруг, запятая, замерев, запятая, подпрыгивала. Или и, запятая, вдруг, замерев, запятая, подпрыгивала. Так, и еще вопрос от Натальи Дьяченко-Панженской. Подскажите, пожалуйста, что при проверке означают подсвеченные зеленым цветом места? Эти места означают, что можно на них нажать, и там вы прочитаете, там выплывет комментарий того, там у вас, скорее всего, ошибка. Ну, кстати, я вот тут не могу вам точно ответить, я не писала, я только вот разметку эту знаю, мы над ней работали. И сейчас могу тут что-нибудь вам неправильно сказать, но в любом случае нажмите на это зеленое место. И тогда увидите, что оно означает, увидите, что там будет. Будет комментарий какой-то. Так, в том числе комментарии о том, является ли выбранный вами вариант ошибкой, или это вполне допустимый вариант и так далее. Так, по-моему, все. Да, вопросы закончились. Ну, если вопросов больше нет, тогда я вам тоже хочу сказать слова благодарности и за интерес к диктанту вообще и к русскому языку. Так, на что нажать, Лиля, мне нужно? На них, на кого? А, это вы не мне пишите, Наталья, нажмите на них. Это вы пишите Наталье Диченко, да, Панженской. Да, я так и сказала, Лиля, ага. Так, вот, вам помогают уже коллеги, нажмите на эти зеленые подсвеченные места, и там правило будет. Так, значит, итак, я, если вопросов больше нет, я также хочу выразить вам слова, вообще сказать вам слова благодарности, да, выразить благодарность. Вот, знаете, такое тепло, я не знаю, любовь и вдохновение. И до встречи в будущем году, да, в следующем году, не только, кстати говоря, на диктанте, но и на подготовке к тотальному диктанту, и не только на подготовке перед тотальным диктантом, но и мы можем с вами встречаться, пересекаться там буквально физически или в эфире. Если вы будете пользоваться разными ресурсами на нашем сайте, там много и образовательных курсов, и всякой такой интересной информации, как говорится, добро пожаловать. Мы рады всегда и работаем вот в этой команде с удовольствием, именно потому, что прям чувствуешь, как это нужно людям, и какую радость это дает. Но радость это дает не только вам, но и нам, и вообще эта радость наша общая. Всего вам доброго, до свидания, спасибо. Продолжение следует...